Позвольте представиться, это моя семья, мои детки. Мой старший сын сегодня помогал мне готовить эту презентацию. Я сначала задала вопрос своим детям. Спросила, что такое, как вы понимаете стиль жизни? Дочь моя ответила, ей 13 лет, это говорит, я не знаю, но понимаю, что хорошо жить. Дорогие наши гости, как вы понимаете стиль жизни? Что для вас стиль жизни? Просто. Напишите, пожалуйста, в чате. Потому что мы говорить сегодня будем именно не просто за жизнь, не просто про жизнь, а про стиль жизни. Успех. Отлично. Пишите, пишите. Мне же нужно знать, как вы понимаете этот стиль жизни. Где и чем и как живешь? Отлично. Дальше. Пишите, не стесняйтесь. Поговорим, поговорим сегодня по душам. Статус в обществе, образ мышления, что делаешь, как делаешь на самом деле. Конечно, мы будем говорить сегодня про стиль жизни. Есть две, вот два таких направления в жизни. Это когда мы работаем по найму и когда строим свой собственный бизнес. Итак, представьте, вот такие вы весы, на которые мы, да, с одной стороны положим жизнь по найму, с другой стороны жизнь в стиле Арифлейм. Итак, смотрим. В плане графика работы. Когда идет речь о работе по найму, это, конечно же, есть жесткий график работы. Бизнес с Арифлейм – это гибкий график работы. По поводу начальства. В первом случае это зависимость от начальника, от начальства. У нас это сам себе начальник. Когда мы платим налоги в Арифлейм, это 6% от дохода. Налог на заработную плату, когда мы работаем по найму, это минимум 13%. Многие задают вопрос, а стаж? Да, стаж есть, идет ли? Да, стаж идет и в том, и в другом случае. Но когда вы работаете по найму, есть такой огромный риск, риск увольнения и сокращения. На сегодняшний день, ну, это сплошь и рядом, согласитесь. У нас же это работа на себя. По поводу заработных плат. Посмотрите. 12 заработных плат в году, либо 17 зарплат в году. Вам какая цифра больше нравится? По моему мнению, чем больше, тем лучше, согласитесь? В нашем случае это 17 зарплат в году. Почему? Потому что у нас в течение года проходит 17 каталожных периодов. По поводу занятости. В работе по найму это 9 часов в сутки, плюс переработки. Как правило, за переработку никто не платит. В нашем случае на начальном этапе, когда вы работаете еще, может быть, где-то, да, то дополнительная занятость это 2-5 часов в сутки. Далее, по поводу время работы. Многие работают 2 на 2, сутки на 3 и так далее. Там с 8 до 5, с 9 до 6. В нашем случае это, когда мы сами распоряжаемся своим временем. Онлайн-бизнес нам дал огромные возможности. Мы можем, сидя дома, работать как утром, так и в обед, так же вечером, а может быть и ночью, да. По поводу затрат на дорогу. В нашем случае это 0 рублей 0 копеек. Когда мы едем куда-то, ну, сами там считаете, бензин, да, либо деньги на готельку. Дальше. Отпуск. В работе по найму это отпуск тогда, когда вас отпустят в этот отпуск, да. Как правило, в неудобное для вас время. В нашем случае мы отпуск планируем тогда, когда удобно нам. Это, как правило, поездки за границу. Но, причем компания некоторые поездки оплачивает сама. Ну и, конечно же, если зарабатываешь достаточную сумму денег, ты можешь позволить себе эту поездку всей семьей, к примеру, да, еще и за свой счет. Сразу открою вам такой момент, да, что в этом году, в декабре месяце, в 2016 году, у нас в планах поездка в Таиланд. Как вам такая идея? Отлично, правда? То есть собраться с нашей компанией, позитивных, настроенных на успех людей и улететь. Тогда, когда здесь будет минус 25, минус 30, может быть, а там плюс 25, плюс 30. Какая чаша весов вам больше нравится? Мне так нравится бизнес с Арифлейм. Хотя я могу сказать о себе, да, раньше я не считала себя предпринимателем, не считала себя бизнесменом, бизнес-леди. Почему? Потому что я вообще по образованию педагог и всю жизнь думала, что буду работать с педагогом. Меня все устраивало, в принципе. Мне нравилась моя работа. Я работала в Тольяттинском госуниверситете на факультете иностранных языков. Я вообще учитель немецкого, английского языка. И когда речь зашла о том, чтобы выходить с декрета на работу, да, с моими старшими детками это было, то мы задумались, да, с мужем на тот момент, а выгодно ли это вообще выходить на работу. Мы посчитали, посидели. Он у меня был человек с двумя высшими образованиями, посчитал и говорит, слушай, Ирин, ты будешь ездить на работу, мне еще тебе и доплачивать за это нужно. Ну, на самом деле, как-то вот даже невыгодно оказалось. И на тот момент я приняла решение вести бизнес с Арифлем, хотя пришла в Арифлем на потребление, узнав о скидке, пользоваться для себя и долгое время была просто лояльным потребителем. Для себя приобретала для своей семьи продукцию и постепенно, постепенно, как раз-таки поняла суть, да, бизнеса и начала строить свою организацию. Давайте сравним такие вот две девушки, Анна и Мария. Допустим, у них одинаковый доход, одинаковая заработная плата. Ну, к примеру, как вы думаете, сколько зарабатывает бухгалтер в хорошем банке? Золотой директор в Арифлем сколько зарабатывает, кто знает. Ну, на вскидку так возьмем 50-60 тысяч. Я думаю, хватит, да, для бухгалтера в банке. Представьте, две девушки, красивые, обаятельные, примерно вот одного возраста, зарабатывают одинаково, но давайте сравним их стиль жизни. Как работает и живет одна девушка, и как работает и живет другая. Итак, смотрите, Анна, работающая бухгалтером в банке, что ее вообще гнетет, да, в этой жизни? Это работа, работа под руководством. Причем я недавно буквально встречалась со своими одноклассниками, у нас был вечер встречи одноклассников, 25 лет, как мы закончили школу, и одноклассница мне говорит, слушайте, я работаю в банке, я не буду называть название банка, я никогда, ни за что своим детям не порекомендую работать в банке. Это, говорит, это ее слова, это не мои слова, это концлагерь, а не банк. Я говорю, почему? Ты, говорит, многого не знаешь. Вот на этом у нас закончилась такая вот беседа про банк. Итак, давайте продолжим. Анна, бухгалтер банки. Клиент, как правило, привередливый. Сверху контролирующие органы. График работы жесткий, естественно, да. Фиксированная зарплата без различных подарков. Семья, это только в выходные, либо по вечерам. Путешествия, путешествия тогда, когда ее отпустят в отпуск. Мария, это золотой директор компании Арифлэн. Кто такой золотой директор? Это человек, который помог двум людям выйти на уровень директора. Помог двум людям выйти на уровень доходов в 30 примерно тысяч рублей. Итак, Мария, сам себе начальник. Консультанты и лидеры, часть ее команды. Причем мы людей подбираем сами в свою команду, правда? Гибкий график работы, неограниченный доход плюс премия. И человек в данном случае может сбалансировать сам и работу, и личную жизнь. И путешествия по всему миру от компании бесплатно. Итак, еще раз, смотрите, те же самые весы. Какая часть этой картинки вам больше нравится? Девушка, которая работает бухгалтером, либо девушка, которая работает сама на себя. Мне импонирует стиль жизни, конечно же, Марии. Когда человек волен выбирать, когда работать, с кем работать и сколько работать. Что же мы вам предлагаем? Мы вам предлагаем бизнес под ключ. В данном случае это работа в интернете. Не отрываясь ни от семьи, ни от домашних дел. Причем в удобное, как я для вас уже сказала, время. Обучение идет от нашей команды бесплатное. Быстрый рост гарантирован. Поддержка и помощь наставника. Или мы называем его спонсором. В данном случае специального образования нет. В нашем проекте есть люди с разным образованием. Давайте напишите в чате, кто, какое образование имеет. У меня педагогическое, у вас какое. Пока вы пишете, дальше я продолжу. На первом этапе вы можете совмещать с основной работой. Работу в Reflame. На сегодняшний день интернет вступил в права. Педагог, учитель, инженер-программист, я вижу. Оля, торговое дело. Смотрите, все разных-разных специальностей, разного-разного образования. И все мы встретились где? В Reflame. Итак, продолжим про интернет. Да, сейчас интернет-индустрия набирает обороты. И многие люди делают покупки, начинают одежды совместных покупок, заканчивая телевизорами. Буквально недавно мы вчера с детьми выбирали одежду на таком-то сайту. Одежду почему? Потому что недалеко от дома открылся пункт выдачи. Ну, классно, никуда не нужно ездить, под боком почему нет. На самом деле. А почему же мы идем в интернет-магазин, а не в обычный магазин? Потому что это дешевле. Потому что мы знаем, что, заходя в магазин, да, и покупая что-то в этом магазине, мы оплачиваем все. Начиная от аренды и заканчивая зарплатой продавца. Согласны со мной? Мы как умные клиенты, как умные потребители, да, пользуемся интернет-магазином, в данном случае Reflame. Откуда же, откуда же брать людей? На сегодняшний день это официальная статистика, да, социальные сети, это и ВКонтакте, и Одноклассники, и другие, и Фейсбук. Посмотрите, какая многомиллионная аудитория. Это в миллионах человек. Представляете? Это не 52, где тысячи, да, человек? Это миллионы человек. В каких сетях вы представлены? И сколько у вас друзей? У меня примерно в Одноклассниках 300 с копейками друзей, людей в ВКонтакте, где-то 250 человек. Вопрос, где взять людей, наверное, автоматически как-то отпадает. Почему люди? Потому что нам нужно создать товарооборот для фирмы Reflame. Товарооборот из чего? Да, из покупок других людей. Итак, где взять людей, в общем-то, я думаю, вообще не вопрос. Социальные сети нам в помощь. Многие сидят в этих социальных сетях, просто общаются, просто играются, да, а еще можно и зарабатывать. Зарабатывать, сидя с умом в интернете. Расскажу немножечко про наш проект, проект команды успешных лидеров. Команда успешных лидеров существует уже более 15 лет. Ежемесячный товарооборот это свыше 30 миллионов рублей. Вы представьте себе только эту сумму. Какие-то помазки, какие-то мыльцы, какие-то мочалки. И в месяц это 30 миллионов рублей. Как вам цифра? Участники команды КУ посещают ежегодные конференции за счет компании и отдыхают на лучших курортах мира. Наши лидеры имеют многолетний опыт. И сейчас наши знания, мы свои знания перевели из оффлайн в онлайн. Мы помогаем зарабатывать деньги в любой точке мира. Людям, которые хотят улучшить свою жизнь. И первая наша на первую задачу это помочь вам стать индивидуальным предпринимателем и иметь официальный стабильный доход от 40 тысяч. Если у вас уже какая-то есть работа и примерно у вас такая заработная плата, плюсом 40 тысяч, я вам думаю, не помешает. Правда? 80 как-то лучше, чем 40, да? Ну плюсом к вашей заработной плате, я считаю. Правда? И вот наши как раз-таки основатели нашего проекта Кул. Давайте знакомиться. Вот посередине стоит эта Елена Гарифульна в синем платье. Это педагог в прошлой жизни. Ольга Зайтова в фиолетовом платье. Толь тоже педагог. Оксана Борисова, справа вы ее видите в таком сером платье, красивом. Тоже педагог, в детском саду человек работал. Что нас объединяет? Объединяет улучшить свою жизнь и улучшить жизнь своих, своего окружения. Что же делать? Что делать, чтобы улучшить свою жизнь, чтобы стиль жизни соответствовал нашим представлениям? Вы же мечтали, наверное, в своем детстве о том, как вы будете жить. Мечтали? А соответствует ли она тем нашим реалиям, в которых оказались? Здорово, если соответствует, а если нет. Мы сотрудничаем с компанией Арифлейм, и если сейчас есть на нашей презентации люди, которые вообще впервые на нашем вебинаре, поставьте, пожалуйста, единички. Если вообще первый раз зашли на наш вебинар. Есть такие? Вот при слове Арифлейм некоторые говорят, о, Арифлейм, или на досках объявлений можно почитать объявления людей, которые говорят, пишут, вернее, хочу найти работу, сетевой маркетинг не предлагать, они пишут, некоторые пишут, интернет продажи не предлагать, не Арифлейм, многие пишут так, да. Почему так происходит? Да, у многих наших соотечественников, назову это так, стереотипы. Да, это, я всегда рассказываю на презентациях, такой момент, такой случай, да, такой, как бы, анекдот, что ли. На север завезли верблюда. Представьте, север, дальний, дальний север и верблюд. То есть люди, представьте, не знают, что такое верблюд, и не знают вообще, что это, как называть, что с ним делать. Решили позвать шамана, старейшину, старейшину, ну он-то все знает, позвали, а кто это, что это, что с ним делать. Он так посмотрел, посмотрел вокруг верблюда, походил, говорит, да это же, говорит, кэмэл, его курить надо. Так и многие, услышав слово Арифлейм, говорят, о, Арифлейм, да его же продавать нужно. Здесь ничего не нужно продавать. На сегодняшний день Арифлейм это крупнейшая европейская компания прямых продаж, представленная более чем в 60 странах мира, и годовой оборот, к примеру, на около полумиллиарда, вернее, 1,5 миллиард евро. Почти 50 лет на мировом рынке, а следующий год будет как раз-таки юбилей компании. У фирмы Арифлейм есть научно-исследовательский комплекс, более 20 патентов, то есть компания сама разрабатывает формулы кремов, формулы различных наших средств и накладывает патент. Далее, у компании есть свои 5 заводов собственности, один из них находится огромнейший в Подмосковье, у нас в России. Если вы видели на наших баночках и на наших губных помадах, да, то написано Made in Russia, причем все помады, которые идут по всему миру, сделаны Made in Russia. И мне как-то посчастливилось быть на одном из, на этом заводе. Вы знаете, заводом даже язык не поворачивается назвать, почему? Потому что настолько стерильно, знаете, по-моему, стерильнее, чем в наших операционах на самом деле. В России около 4 тысяч пунктов выдачи. Это СПО, сервисный пункт выдачи. Наверняка, если вы уже получали заказ, знаете, что это такое. Да, причем на сегодняшний день компания улучшает не только сервис, но и внешний вид, скажем так, пунктов выдачи, потому что вот в прошлом году, в этом году стартовали такие акции, скажем, да, когда сервисные пункты получают определенную сумму на то, чтобы сделать красивый ремонт. На самом деле офис становится презентабельным, брендовым, и в него приятно выходить. То есть компания Reflame ведет сама бухгалтерский учет, ведет сама логистику, то есть вообще мы как лидеры не заморачиваемся, на чем привезти товар и как доставить. И плюс к этому классная онлайн-система. Это наша команда. Кто из сидящих сегодня в нашей вебинарной комнате видит себя на этой фотографии, поставьте, пожалуйста, плюсики. Я не думаю, что все сегодня уехали в Москву. Многие сейчас на пути в Москву, потому что завтра классное мероприятие, мега-форум, это ежегодное мероприятие. Ага, отлично, Катя, Оля, да, вы себя видите, отлично, как приятно себя видеть. Да, вот еще Оля Великова, здорово. Это наша команда, конечно же, не вся, да, конечно же, не вся. Все, наверное, даже не уместишь на одно фото, правда? Что же нужно делать? Если мы говорим о стиле жизни, да, стиль жизни, вроде бы, слово такое, огромное, такое емкое, да, но нужно начинать с чего-то маленького, чтобы улучшить свое качество жизни. Что конкретно нужно делать в Арифлейм, чтобы прийти к успеху? Первое, это никого не нужно, наверное, научиться мыться. Все мы моемся. Поменять свой магазин, свой супермаркет на Арифлейм. Потому что, когда мы заходим в супермаркет и отдаем там, оставляем там деньги, мы оставляем деньги в чужом кармане, правда? Второе, приглашать людей в свою команду, которые будут вас дублицировать, то есть повторять. Повторять те же самые действия. И третье, обучаться, что очень важно, потому что здесь мы получаем, на самом деле, новую специальность. Если вы работали, к примеру, педагогом, вы же не сразу после школы, допустим, пошли в педагоги. Но 5 лет как минимум или 4 года отучили, чтобы вас взяли на работу. Здесь почему-то человек приходит в Арифлейм и хочет, чтобы у него на второй день, на первый день получилось. Он предложил одному присоединиться в команду, ему отказали, да? Второму он уже так стесняется подойти, говорит, о, не работает система, да? Можно просто перебрать своих знакомых. Почему не останавливаться? Вспомните себя в первую очередь. Хотите ли вы улучшить свое качество жизни? Хотите ли вы улучшить свой стиль жизни? Нужно начать, конечно же, с себя. И в итоге вы станете владельцем собственного интернет-бизнеса. Вы официально получаете оформление. То есть вот такое вот свидетельство не сразу, не на первых этапах. На продвинутом этапе вы уже как индивидуальный предприниматель регистрируетесь. В компании Арифлейм вы заключаете договор возмездного оказания услуг, по которому вы ежекаталожно получаете на электронную почту справку из Москвы, бухгалтерскую справку. У вас идет трудовой стаж, налоговые отчисления всего 6%, как я уже упомянула ранее, передается по наследству в ваш интернет-бизнес, вообще бизнес, и легальный прозрачный доход. В том случае, если вы, например, хотите купить квартиру, как я это сделала в свое время, 5 лет тому назад, то есть я предоставила в налоговый, вернее не в налоговый, а в банк, декларацию о доходах, и мне дали на полквартиры на тот момент ипотеку. Которую я благополучно выплатила, причем Арифлейм позволяет жить без кредита. Если у вас сейчас на сегодняшний день есть какие-то кредиты, но первое, это нужно разобраться с самой собой, не тратите ли вы налево-направо, да, нужно научиться расходовать заработанные деньги. Очень хорошее правило есть, сначала заработай, а потом купи. Многие сейчас делают наоборот, сначала купили кредит, а потом как-то выплачивают. Выплата производится каждые 3 недели, то есть 17 раз в году, вы это уже слышали, причем в расчетный счет, в удобном для вас банке. На сегодняшний день, так как интернет вообще, на самом деле, по-моему, везде и всюду, можно, не выходя из дома, на карточку переводить эти деньги. Вот как я себе оформила, как это называется, онлайн-платеж или интернет, забыл, как называется, онлайн-клиент, вот как называется, да. Если раньше я ездила до банка, то сейчас, в принципе, этого и не нужно делать. Теперь, о каких доходах мы говорим. Вот если вы директор, да, то вы получаете единовременную премию в 1000 долларов. Средний месячный доход 33 тысячи рублей. На сегодняшний день я стремлюсь к доходу в 75 тысяч рублей, то есть, чтобы стать золотым директора. Кто такой золотой директор, я уже говорила, помните, это человек, который помог двум своим знакомым выйти на уровень директора. Наши наставники, которые организовали этот проект, проект Кул, являются бриллиантовыми директорами. Посмотрите на циферку, то есть, кто такой бриллиантовый директор? Человек, который помог шестерым своим знакомым, может быть, незнакомым выйти на уровень доходов 30-40 тысяч. То есть, очень такая классная идея. Помогая другим, помогаешь себе сам. Если сравнить с традиционным бизнесом, наверняка у вас есть родственники, знакомые, хорошие друзья, у которых есть свой собственный магазин, обычный магазин, например, продуктовый, может ли этот ваш друг подойти к вам и сказать, слушай, я знаю, что тебе тяжело живется, я знаю, что у тебя кредиты, знаю, что у тебя дети малые, да, давай я тебе помогу такой же открыть магазин вот рядом, здесь. Все тебе расскажу, все тебе покажу, да, открывай. И еще, может быть, там денег дам, может быть, такое в традиционном бизнесе. Абсурд на самом деле, да, такого не может быть. В Reflame мы друг другу партнеры, да, и помогая своему партнеру, помогаешь себе сам. Бизнес с человеческим лицом, как мы называем. Мне вот такой вот стишок понравился, да, поначалу, когда появились интернет-технологии, вот даже год назад, когда я сидела в Москве на мега-форме, и на сцену выходили лидеры, которые за год достигли за счет или посредством интернета определенного, определенных статусов, я сидела и вообще негодовала, думаю, боже мой, как это вообще, как? Причем тут интернет? И некоторых слов я, может быть, даже на тот момент и не понимала. Ну, как это для меня было, ну, компьютер, интернет и все. Все остальное, да, вот за год до меня дошло. Да, что с помощью интернета можно зарабатывать. Да, что с помощью интернета это удобно, выгодно, никуда не ездить. И для тех, кто хочет быть постоянно с семьей, с детьми, это находка на самом деле. Тем более сейчас у нас в команде есть такой классный метод телефонного собеседования. Да, это тема вообще отдельного вебинара, буквально недавно этот был вебинар, можете пересмотреть на канале. Вообще классно, согласитесь? И на самом деле вот этот вот стишок, да, что мне делать, я страдаю, заработать где? Не знаю. Приглашают в интернет, но ведь навыков-то нет. Как работать, кто-то знает, даже деньги получает. Может, лучше не лениться, а пойти и научиться? Если очень захотеть, можно все преодолеть. Победитель я теперь, и ты сможешь, только верь. На самом деле вот эти ступени проходят, наверное, каждый в любом деле. Причем не важно какое, вообще начинание, начинать что-то новое всегда сложно. И на начальном этапе ты себя чувствуешь вот именно так. Хочу, но не знаю как, не знаю что, не верю и так далее. Но когда проходишь все ступенечки, чувствуешь себя здорово на самом деле. Знаете, самооценка поднимается, и окружающие как-то тебя оценивают. Вообще здорово, правда? Здесь представлены автомобили, и некоторые из нашей команды, директора, которые получили Шкоду в подарок. Почему? Потому что в Арифлейме есть такая программа. Работая, можно получить автомобиль. Кто хочет вообще автомобиль? Хоть какой-то. Кто хочет сесть за руль? Я хочу сесть за руль. А кто хочет путешествовать? Знаете, меня греет мечта, даже не мечта, это уже цель. Это золотая конференция 2017 года. Это будущий, ровно через год, чуть больше, чем через год, это будет 50 лет компании Арифлейм. Это будут два лайнера. По-моему, на каждом вебинаре говорят об этом лайнере. Вы знаете, вот вы верите или не верите. Будете делать, либо не будете, да? Но этот лайнер, он будет. Он повезет тех людей, которые поверят и которые сделают результат. У каждого сидящего сейчас в вебинарной комнате есть реальная возможность попасть на этот лайнер. Я бы его назвала лайнер мечты. Вы мечтали о таком путешествии? А как вы думаете, сколько стоит такое путешествие? Я вот даже не представляю, сколько стоит. Потому что лайнер это такой вот плавающий город. С бутиками, с магазинами, да, со всеми вообще прибамбасами. Вот это на самом деле стиль жизни. Представьте, что вы, вот сейчас вот просто давайте помечтаем, вы отбросите все сомнения и представьте, что вы уже побывали на этом лайнере. Как вы себя будете чувствовать? А как вам будут относиться ваши родственники? Как будут относиться ваши знакомые? А как будут относиться к вам ваши консультанты? А как вы к себе будете относитесь? Как к герою, правда? Как к человеку, который смог. А что вообще от этого лайнера и от нас на сегодняшний день отделяет? Какие-то действия, определенные действия, даже не какие-то. Мы знаем, что нужно делать. Но иногда почему-то важнее, наверное, сварить суп, да, важнее помыть полы. А если сравнить этот лайнер, да, и помывку полов, ну, по-моему, вообще ни в какие ворота сравнения, правда? Поэтому все на лайнер. Вот под таким девизом нужно жить в ближайший год. Путешествия. Путешествия, они завораживают, да. С компанией Арифлейм, как я уже говорила, можно бесплатно, бесплатно путешествовать. Это разные страны. Чтобы не только вы, но и ваши дети не просто по учебнику географии узнавали города. Не просто по учебнику географии знали, где какой материк и какая страна находится. Могли прочитать, например, параграф географии и сказать, а я здесь был, а это я видела. Как вам такая идея? Ну, а это фотографии с прошлых банкетов. Что такое банкет директоров? Это завораживающее зрелище, когда вы покупаете, на ваш взгляд, самое-самое красивое платье, когда вы чувствуете себя звездой всего банкета, когда вы своими глазами видите артистов, кино и эстрады. И вы же и своих детей можете взять на этот банкет. Это почему? Потому что, начиная с 14 лет, вы можете взять ребенка своего на банкет, потому что приглашение дается на два лица. Представляете, компания все предусматривает. Казалось бы, один человек заработал этот билет на банкет, а дается, дарится два билета вам и вашему спутнику. Вот, пожалуйста, тут Дима Белан. В этом году, я не знаю, как вы думаете, кто из звезд будет на банкете? Компания Арифлейм всегда идет много со временем и приглашает самых именитых звезд. Как вы думаете, ваши предположения, кто будет послезавтра на банкете? Мне сейчас в голову такая мысль вошла, думаю, а вдруг Лазарев, он же у нас на Евровидении, вот, Карина со мной, Гагарина, Гагарина была, кстати говоря, недавно, буквально два, наверное, года назад, Лазарев. Ага, и какие есть еще догадки? Победите Евровидение. Значит, Лазарев, посмотрим. Буквально послезавтра уже стартует банкет директоров, и мы будем знать, кто же, кто же будет на этом банкете вообще звездить, и кому повезет, да, увидите своими глазами, значит, Лазарев. Если у вас уже есть заявка в наш проект, вы уже молодцы, просто не нужно сидеть дома на диване, нужно что-то делать. Чтобы что-то сделать, нужно позвонить своему наставнику. Если вы впервые на нашем вебинаре, нужно заполнить заявку на регистрацию в проект, либо обратиться к человеку, который сказал, приходи на вебинар, да, подойти к нему и сказать, слушай, я хочу заявить о себе, зарегистрироваться в проект, возьми меня, пожалуйста. Тем самым вы получаете персональный кабинет на сайте Арифлеем, у вас идет доступ к обучению и полное сопровождение от спонсора и команды. Что же в итоге вы получаете? Что это вообще вам даст? Будете себя считать счастливым человеком? Я думаю, да. Будете себя считать свободным человеком? Я думаю, да. Дети ваши будут счастливы, потому что они постоянно будут видеть своих родителей рядом, да. Вы будете родителями спокойными, недерганными, да. Зачастую маленьких деток, когда провожают в садик, родители на них кричат, давай быстрее, быстрее, как будто дети в чем-то виноваты. Правда? Жизнь без кредитов, что очень важно, потому что кредиты и долги угнетают, согласитесь. Доход растущий, потому что на обычной работе есть доход, соглашусь. То есть люди, в принципе, работают не просто так, за какие-то деньги. Но в данном случае у нас растущий доход, уверенность в будущем, на самом деле, банкеты, форумы, признания, путешествия, о которых я говорила, автомобили, квартиры. Если у вас уже есть квартира, в которой вы живете, что вам мешает купить еще одну, и еще одну, и еще одну квартиру, чтобы ее сдавать, это тоже как пассивный доход. Сдали одну квартиру, получили, ну, допустим, там 10-15 тысяч ежемесячно. Вы не работаете, но за квартиру вам платят, правда? Как вам идея покупать квартиры? Меня это очень греет. Кто еще не подписался, напоминалка такая вот небольшая, подписаться на каналы спонсоров, да, это Лена Гарифульной, Ольги Зайцевой, Оксаны Борисовой. Причем, если вы подписываетесь, у вас такая вот пищалка приходит на телефон, если какое-то видео они выкидывают в свой проект, очень удобно. Просмотрели те же самые вебинары, просмотрели тогда, когда вам удобно. И, конечно же, кто еще не видел 8 видов дохода в Арифлэм от Владимира Полежаева, это кто такой? Это вообще человек, который получил в Арифлэм премию, только премию, слушайтесь, миллион долларов. Как вам такая премия? Даже если вы не знаете, кто этот человек, да, вот кто еще далек от Арифлэм, но человек, который получил единовременную выплату в миллион долларов, я думаю, его стоит послушать, правда? Стоит, на самом деле. Это для тех, кто любит копаться вот до сути. Конечно же, я вам желаю удачного старта. Посмотрите, какая лестница успеха. Так она у нас и называется, да? Здесь и квартиры, и машины, и путешествия. А что мешает вам быть? Откройте для себя новую жизнь. И напоследок вот такая притча. У одного мастера было очень много учеников. Самый способный из них однажды задумался, а есть ли вопрос, на который наш учитель не сможет дать ответ? Тогда он поймал на лугу самую красивую бабочку и спрятал ее в ладони. Потом пришел к мастеру и спросил, скажи, учитель, какую бабочку держу я в руках, живую или мертвую? Он был готов в любое мгновение сжать ладони сильнее ради своей истины. Не глядя на ученика, мастер ответил, все в твоих руках. На самом деле, все в наших руках. Все в ваших руках. Поэтому не стоит их отпускать, правда? Как вы думаете, гордиться той жизнью, о которой мы сейчас с вами проговорили, стоит? Конечно же, стоит. Начните строить такую жизнь сегодня. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Я отключила, по-моему, запись. На сегодня у меня все. До новых встреч, друзья. Приятных сновидений. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...